Уважаемые коллеги, добрый день! Я приветствую вас из нашей студии в Москве. У нас сегодня лекция в режиме вебинара. Что значит, что вы можете задавать вопросы. У вас в нижней части окна есть окошко для чата. Мы постараемся в конце сгруппировать все эти вопросы по темам и на все ответить. Тема нашей сегодняшней лекции – это новая модель непрерывного медицинского образования в Российской Федерации. Наверняка все вы так или иначе слышали эти слова и как-то уже касались этой темы. Я представляю ряд организаций, включая Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. Я чуть позже более подробно расскажу о деятельности этого совета. У нас происходит сейчас достаточно много изменений в системе медицинского образования. Самые главные из них, те, которые коснутся каждого из нас, из работников здравоохранения, это, конечно, новая процедура допуска к специальности, аккредитация и внедрение непрерывного медицинского образования в замен или в качестве развития той системы дополнительного профессионального образования, которая существует на сегодняшний день. Очень коротко коснусь аккредитации специалистов. Аккредитация, как вы знаете, это экзамен, по сути, для допуска к работе по специальности. Аккредитация на сегодня прописана в 323-м федеральном законе об охране здоровья граждан и предусмотрено три вида аккредитации. Это первичная специализированная аккредитация, это экзамен для тех студентов, которые завершили обучение по специальностям группы здравоохранения в специалитете. После прохождения первичной аккредитации эти студенты, выпускники, могут идти работать участковыми терапевтами, участковыми педиатрами или в случае с другими специальностями, стоматологами общей практики, либо провизорами. После первичной аккредитации те выпускники, которые пойдут учиться дальше по программам высшего образования в ординатуре, получают специализацию и проходят уже первичную специализированную аккредитацию, которая дает им право работы уже по узкой специальности, по хирургии, по кардиологии, по урологии и так далее. И далее все мы вступаем в программы непрерывного медицинского образования, которые каждые пять лет заканчиваются периодической аккредитацией, после которой мы получаем очередной допуск к работе. Чем это отличается от стандартной сертификации? Да, я сейчас еще скажу о том, что многие из вас наверняка слышали о том, что в самом конце прошлого года был принят закон о внесении изменений в ряд правовых актов 389, который продлил выдачу сертификатов до 2021 года. Но это не значит, что мы можем с вами успокоиться и считать, что до 2021 года ничего в системе не меняется. Это не так. В феврале этого года был издан приказ Минздрава, который разъясняет этапность перехода. И в соответствии с этим приказом, я еще вернусь позже к этой схеме, мы не переключаемся внезапно с одной системы на другую, а каждый работник системы здравоохранения, начиная с 2016 года по 2021, может еще один раз, последний раз пройти сертификационный цикл, получить сертификат и уже после этого начать свой пятилетний цикл для подготовки к реаккредитации. Вот о чем говорят эти изменения, которые вступили в силу с января этого года. Уже в этом году первичную аккредитацию прошли студенты, завершившие обучение по специальностям фармация и стоматология, а в следующем году на первичную аккредитацию пойдут уже студенты, выпускники всех специальностей группы здравоохранения. Это 50 тысяч человек, это специальности лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология, фармация и так далее. И, конечно, это огромный вызов для нашей системы здравоохранения, для системы медицинского образования. Те, кто принимал участие в аккредитации выпускников в этом году, хорошо помнят, с какими сложностями пришлось столкнуться, и, тем не менее, с честью все эти сложности были преодолены, и все выпускники прошли аккредитацию. Чем аккредитация отличается от старой процедуры, от сертификации? Во-первых, это процедура экзамена, которая проводится не образовательной организацией, которая выпускает студента. Это процедура с привлечением некоммерческих организаций, представителей профессиональных некоммерческих организаций, представителей работодателя и представителей профессорско-преподавательского состава, но из сторонних организаций, не из своей организации. Процедура трехэтапная. Первый этап тестовый. Он проводится в специализированных аккредитационных центрах. Они были созданы в прошлом году на базе всех вузов Минздрава и Миноборнауки, реализующих обучение по специальностям группы здравоохранения. Этот этап идет, как и последующий, с видеодокументированием обязательным. И видеозаписи могут быть запрошены в случае каких-то спорных результатов или апелляций. Второй этап – это объективный структурированный клинический экзамен, который сейчас внедряется в нашей стране впервые. На самом деле процедура уже широко распространенная в большинстве развитых стран. Уже достаточно давно применяется, более 40 лет. И заключается она в том, что проверяются компетенции студентов, выпускников с использованием различных инструментов, различных станций. И все выпускники в одинаковых условиях получают одинаковые задания. Они обезличены и проверяют их определенное количество экзаменаторов. В этом году это было пять станций с пятью разными экзаменаторами, которые ставили оценку независимо друг от друга. В следующем году по специальностям лечебное дело, педиатрия, видимо, будет большее количество станций. Это будет определено отдельными документами. Ну и, наконец, третий этап – это структурированное собеседование. Это уже ближе к традиционному экзамену, но опять принимает триумвират комиссии, состоящие из представителя профессионального общества, представителя работодателя и представителя профессорско-преподавательского состава сторонней организации. Перехожу ко второй части. Это развитие непрерывного медицинского образования в Российской Федерации. Это, на самом деле, тесно связанные вопросы. Исход пятилетнего цикла непрерывного медицинского образования – это очередная аккредитация. В 2013 году был создан Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минстрала России. В совет вошли представители профессиональных обществ практически по всем специальностям. Это всероссийские профессиональные общества, представители вузовского сообщества и, конечно, представители Министерства здравоохранения Российской Федерации. Возглавили совет первый заместитель министра Игорь Николаевич Каграманян и президент Национальной медицинской палаты Леонид Михайлович Рошаль. В составе совета были сразу определены несколько рабочих групп и постоянная действующая комиссия по оценке соответствия образовательных мероприятий и материала в установленном требованиям. Я являюсь ответственным секретарем этой комиссии и дальше я расскажу, чем мы здесь занимаемся. В конце 2013 года был издан приказ Минздрава 837, который запустил пилотный проект, может быть, кто-то из вас в нем участвовал, пилотный проект в 12 регионах Российской Федерации по отработке новой модели непрерывного медицинского образования. Участвовали в нем врачи первичного звена, их было в пилотном проекте почти свыше 550 человек. Все они сначала заключили договор об оказании образовательных услуг стандартный с вузами, участвовало в этом проекте 16 различных организаций подведомственных Минздраву, после чего они регистрировались на сайте координационного совета, советному.ру, и там начинали вести свою образовательную активность и ее там документировать. Пилотный проект был завершен в январе 2015 года, и по результатам более половины всех участников набрали нужное количество баллов. Это достаточно хороший результат, учитывая низкое владение, к сожалению, большинством врачей, компьютерными технологиями, низкий доступ в интернет, отсутствие выделенного времени для повышения квалификации. Это достаточно хороший результат, но еще около трети набрало какое-то количество баллов, меньшее, чем нужно, но все-таки набрали те баллы, которые предоставлялись им профессиональными обществами по специальностям. И этот проект, он сейчас продолжается, я его тоже коснусь. Что происходит прямо сейчас? Наверняка многие из вас уже зарегистрировались на сайте edu.rosminzdrav.ru. Это новый портал непрерывного медицинского образования, официальный портал Минздрава России, который был запущен недавно, и на нем достаточно много документов, много разъяснений по поводу того, как вы можете участвовать в системе непрерывного медицинского образования, что вы должны делать на разных стадиях своего обучения и повышения квалификации. Я постараюсь их растолковать. Во-первых, я хотел бы показать архитектуру системы непрерывного медицинского образования. Как я уже говорил, есть сайт-регистратор, это edu.rosminzdrav.ru. На этом сайте регистрируются все медицинские работники, после чего они могут начинать формировать там свою программу обучения. Это индивидуальная траектория. И добавлять в эту программу какие-то образовательные активности можно из двух основных источников. Первый источник – это реестр образовательных программ, которые предоставляются образовательными организациями. Это не те программы, к которым вы привыкли. Это короткие программы, 36 часов, то есть одна неделя обучения. Это программы, сфокусированные на определенных темах. Это программы, включающие стажировку, либо симуляционные технологии для владения конкретными компетенциями, практическими умениями. И второй источник – это та образовательная активность, которая по-прежнему предоставляется профессиональными обществами по специальностям. Это 14 часов каждый год. И здесь участвуют практически все на сегодняшний день уже специальности, предоставляя либо мероприятия, либо электронные модули для повышения квалификации по определенным темам. Еще раз возвращаясь к этой схеме. Вот так выглядит переходный период. И каждый из нас, получив сертификат после 1 января 2016 года, начинает свой пятилетний цикл, чтобы через 5 лет прийти уже на процедуру повторной аккредитации и получить, продлить свое право работы по своей специальности любимой. Какой порядок повышения квалификации? Те лица, у которых завершилось действие сертификата и до 2016 года проходят обучение на циклах 144 часа, традиционные циклы, повышение квалификации, после которых мы идем на сертификационный экзамен, либо мы можем идти уже сейчас на циклы, которые проводятся в рамках модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования? Как получить этот последний сертификат по новой модели? Я уже говорил о пилотном проекте, в котором была разделена активность образовательная на две части, 108 часов осталось за вузом, 36 часов – это та часть образовательной активности, которую реализовывали профессиональные общества по специальностям. Эта модель отработки сейчас продолжается, был подписан в прошлом году 328-й приказ Минздрава, который не только продлил действие этой модели до 2020 года, но и расширил ее действия на все специальности из номенклатуры специальностей медицинских работников с высшим медицинским образованием и разрешил ее проведение всеми подведомственными организациями Минздрава. Вы можете найти список этих организаций на сайте Координационного совета. Здесь есть список всех вузов, которые участвуют в проектах по отработке новой модели непрерывного медицинского образования. И все эти вузы реализуют программы в рамках так называемого пилотного проекта модель отработки основных принципов непрерывного медицинского образования. Здесь же указаны те профессиональные организации, как правило, это всероссийские профессиональные организации, которые участвуют в этих проектах в рамках договоров о сетевой форме реализации образовательных программ и предоставляют свои виды образовательных активностей для врачей, участников пилотного проекта. Что это за образовательные активности? Мы рассматриваем всего два вида на сегодняшний день. Это мероприятия, все то, что проходит в режиме реального времени. Это конференции, это мастер-классы, семинары различные. Это интернет-лекции и вебинары. Но, правда, сегодняшний вебинар мы не стали проводить через нашу систему оценки, и за этот вебинар мы не будем начислять никаких баллов участникам. И второй вид образовательной активности – это электронные материалы, это модули для самостоятельного изучения через интернет. Я более подробно сейчас остановлюсь на этих видах. Все мероприятия, которые входят в систему непрерывного медицинского образования на сегодняшний день, как в рамках пилотного проекта, так и в рамках пятилетних циклов, проходят оценку обязательно и после получения положительной оценки размещаются на двух сайтах. Это сайты edu.rosmedzdrav.ru, официальный портал Минздрава, и сайт советномуо.ru – это официальный сайт координационного совета по развитию непрерывного медицинского образования. Здесь можно отсортировать эти мероприятия по региону, по специальности, для того, чтобы вы могли найти ближайшее к вам в удобное для вас время, кстати, сортировка по времени также возможна, и записаться на эти мероприятия. Хочу сразу предупредить, что координационный совет не является организатором ни одного из этих мероприятий. Здесь размещаются только сведения о мероприятиях и контакты организаторов. Поэтому, пожалуйста, все обращения по поводу регистрации, времени проведения, места проведения, какие-то уточнения по условиям я прошу адресовать организаторам. Координационный совет не рассматривает вопросы, связанные с доступом к учебным мероприятиям в рамках конференции и съездов. Это остается на усмотрение провайдера. В наши требования входит ряд областей. Это, во-первых, то, что мероприятие имеет определенные образовательные цели и выполняет определенные образовательные потребности. Эта часть оценивается рецензентами, которые предоставляются профессиональными обществами. Это наличие у мероприятия программного и организационного комитета, преподавательского состава. Мы проверяем, есть ли конфликт интересов. Мы проверяем вопросы, связанные с этичностью финансирования этого мероприятия, наличие рекламы и прочее. И если вы замечаете в тех мероприятиях, на которые вы ходите, в тех мероприятиях, в которых вы участвуете, если вы замечаете признаки ангажированности, признаки того, что там вам пытаются недобросовестно давать какую-то рекламную информацию, мы просим об этих случаях сообщать. У нас есть форум на сайте Координационного совета. Можно в качестве обсуждения различных мероприятий давать такую обратную связь. Это будет очень полезно с точки зрения развития дальнейшего системы непрерывного образования. Второй. Принципы начисления кредитов за участие в мероприятиях очень простые. Мы обязываем провайдеров, организаторов мероприятия следить за тем, что все участники находятся на мероприятии, регистрировать ваше присутствие, в том числе за счет использования каких-то технических средств или систем голосования, опросов и так далее. Ряд провайдеров в том числе внедряют инструменты, связанные с последующей оценкой знаний. Это тоже приветствуется, поскольку все-таки мы говорим о том, что это образование. И, конечно, образование требует последующей оценки и усвоения. Один час образовательной активности в рамках мероприятия – это один кредит, один академический час. Но в течение дня, если это мероприятие длится полный день или несколько дней, не более шести кредитов за один полный день. Второй вид активности, который мы оцениваем и который также регистрируется на двух порталах – на edu.ros.minzdrav.ru и Советному. Это электронные модули для самостоятельного изучения. Все они также имеют признаки, связанные со специальностью. Вы можете отсортировать модули по своей специальности. Естественно, здесь не указывается регион и дата проведения, поскольку модули доступны всегда. Они размещены онлайн. У нас есть требования, чтобы они были размещены обязательно в свободном доступе, то есть доступны бесплатно абсолютно для всех работников медицинских, зарегистрированных на портале советному.ру. Естественно, у нас есть требования регулярного обновления, этих электронных материалов по мере появления новых клинических рекомендаций. А если они не появляются, то все равно у нас максимальный срок рассмотрения этих материалов в не более двух лет. Через два года автоматически материал снимается, либо он проходит повторную аккредитацию, опять с рецензентами, которые дают заключение о современности тех материалов, которые содержат электронные модули. Естественно, они доступны для повторного ознакомления. Это может быть полезно, во-первых, в том случае, если вы не с первого раза прошли тестовый контроль, поскольку все модули обязательно содержат тестовый контроль. Во-вторых, это полезно в том числе в качестве справочного материала, поскольку большая часть этих модулей направлены на растолковывание, на доведение информации о тех или иных клинических рекомендациях, утвержденных профессиональными обществами по специальности. И, как правило, все модули формируются, исходя из объема 1 час, то есть это информация, которую можно освоить за 1 час внимательного самостоятельного изучения. И за изучение одного модуля с успешной сдачей тестов вы получаете 1 балл, который попадает в ваш ежегодный отчет. И в этом отчете вы накапливаете абсолютно всю образовательную активность. После завершения образовательных мероприятий у вас появляются индивидуальные коды подтверждения, которые вы можете вводить в отчет на Совете НМО. И все, что связано с электронными материалами, оно попадает сюда автоматически и фиксируется вот такой образец отчета за определенный период. Как видите, здесь мы приводим разные виды активности. Это и конференции, и циклы повышения квалификации 36 часов, это и вебинары, это и циклы занятия, которые проводятся в симуляционных центрах. Очень важное нововведение в нашей системе образования. И в результате вы набираете необходимое количество баллов. Как видите, это не так больно, как кажется. Это всего-навсего 14 баллов самостоятельной активности. И 36 – это то, что вы набираете в ВУЗе. Если же вы получили сертификат уже после 1 января 2016 года, у вас возникает уже новая траектория. Она подробно описана также на сайте edu.rosminzdrav.ru. И эта траектория связана с ежегодным накоплением не менее 50 баллов каждый год, в том числе за счет образовательных мероприятий и за счет тех же видов активности, которые мы рассматривали в рамках пилотного проекта. Как выполнять здесь индивидуальный план? Примерно та же схема, тоже соотношение часов. 36 часов в образовательной организации, 14 часов – это все те образовательные активности, которые предоставляют некоммерческие организации. Здесь нет фиксированного разделения по часам, сколько часов вам нужно набрать за счет мероприятий и за счет электронных материалов. Мы понимаем, что у вас разная степень доступа к мероприятиям, к интернету. И предлагаем выбрать наиболее удобный для вас способ получения образовательной активности. И рассчитываем, что действительно это образование будет существенно легче и комфортнее для медицинских работников, чем то, что есть на сегодняшний день. Возвращаясь к этой схеме, я бы хотел добавить еще количество часов. Вы видите, что желтым обозначена процедура сертификации. И, как я уже говорил, она может проходить либо через стандартные сертификационные циклы 144 часа, либо с использованием новой модели отработки основных принципов. Это 108 плюс 36. После этого мы начинаем свое обучение в рамках пятилетнего цикла. Вот у меня кончается сертификат хирурга в мае 2017 года. Значит, я должен сразу после получения последнего сертификата начать свой пятилетний цикл и до мая 2018 года набрать 50 баллов, а до мая 2022 года набрать уже 250 баллов для того, чтобы прийти уже на процедуру реаккредитации. Все это более подробно описано на сайте edu.rosmizdrav. Вы здесь можете ознакомиться с правилами обучения до получения последнего сертификата и после этого события. Ну и, конечно, на сегодняшний день сохраняется необходимость регистрации на двух сайтах. Мы стараемся решить технически эту проблему, чтобы достаточно было зарегистрироваться только на одном. Это сайт и совет.no.ru Это сайт Координационного совета, где фиксируется вся активность, связанная с профессиональными обществами по специальностям и с пилотным проектом. И второй сайт, который уже запущен и на котором уже зарегистрировано достаточно большое количество медицинских работников, это edu.rosmizdrav.ru. Я прошу вот эти два сайта запомнить и их использовать для участия в системе непрерывного медицинского образования. На сегодня на этих сайтах зарегистрировано уже более 90 тысяч наших коллег, медицинских работников, уже более 3,5 тысяч программ обучения в вузах, которые можно использовать. Вы видите большое количество учебных модулей, часть из них уже опубликована на сайте, часть еще проходит процедуру оценки через рецензентов, но и вы видите огромное количество конференций, различных мероприятий образовательных, которые проходят во всех регионах России. Это не только центр, это абсолютно все регионы. Вы можете зайти на сайт Координационного совета и проверить, что происходит сейчас в вашем регионе. Ну и, конечно, я приглашаю вас всех участвовать в тех, кто заинтересован, тех, кто участвует в системе медицинского образования. В нашей конференции 20-27 по 30 сентября в Москве состоится неделя медицинского образования. И в рамках этой недели две большие конференции. Конференция «Медицинское образование-2016», которая пройдет в первом МГМУ имени Сеченова, и конференция «Росмедобр-2016», которая проходит отдельно на площадке выставочного центра. И все сведения об этих конференциях есть на сайте «Росмедобр.ру». Спасибо. Я на этом завершаю лекционную часть и перехожу к вопросам. Здесь вот уже появились вопросы от участников. Сергей спрашивает.